Добрый день, дорогие друзья. Несколько дней назад на конференции России вместо Путина я выступил с небольшим, но программным заявлением, в котором я рассказал, какой я вижу Россию мечты. Ссылку на сам текст я дам в описании. Но главное, я сделал свое выступление провокационным. И это сработало. Я получил и продолжаю получать много откликов, комментариев и вопросов. Сегодня хочу остановиться на моментах моей речи, которые вызвали самые жаркие дискуссии. Но для начала обозначу основные тезисы. Я за сильное правительство и против концепции государства-ночной сторож. Во всяком случае для России. Самоуправлению надо учиться, как учатся водить машину. Долго и вдумчиво. А до этого лучше, если есть водитель. Под водителем я в данном случае понимаю все-таки правительство. Моя главная претензия к Путину в этом вопросе. У него слабое, беспомощное и коррумпированное правительство. Я за правовое государство. С независимым судом и верховенством права. Но концепцию немедленного внедрения абсолютной демократии на всей территории страны я не поддерживаю. Страна у нас большая и разная. И то, что пригодно для Москвы, возможно, совершенно не подойдет Северному Кавказу или Адыгеи. Моя претензия к нынешней власти не в недостаточной демократичности, а в отказе от правового государства и от сменяемости. Я за крупный бизнес. Мелкий и средний бизнес – это рабочие места, это самообеспечение, это комфорт и это инновации. Но экономическая эффективность, производительность труда, масштабные внедрения новых технологий – это бизнес крупный. Моя претензия к власти не из-за ее ставки на крупный бизнес, а за консервацию олигархического капитализма, где крупный бизнес сросся с властью в коррупционном экстазе. Моя претензия – это формирование новой версии государственно-монополистической экономики, которая в свое время угробила экономику Советского Союза. Я за дальнейшую урбанизацию. Мегаполисы – это не только основа современной экономики, это просто несравнимое удобство жизни. Моя претензия к власти не в том, что страна урбанизируется, это естественный процесс, а в том, что из-за беспомощности правительства и желания защитить центры власти, урбанизация идет криво. Я за сильную армию. Мы живем не в идеальном мире. Но сильная армия – это не угроза Армагеддонам, а та сила, которая способна защитить интересы страны. То есть достаточная технологическая независимость, авиация, космос, высокоточное оружие. Моя претензия к Путину – абсолютная беспомощность в сфере технологий, обусловленная разрывом союзнических отношений с развитыми странами, коррупцией и утечкой мозгов. Я сторонник создания благоприятного окружения по границам России. Конкуренция, экономическое проникновение, доминирование на внешних рынках. Не побоюсь этого слова, наконец, государственный протекционизм в разумных пределах. Вот это все нормально и правильно, если идет на пользу стране, а не к кругу друзей. Россия – мои мечты. Россия – это страна замечательных дорог и крупных мегаполисов. Это страна университетов и высоких технологий. Страна, где самостоятельность регионов уравновешивается сильным правительством, правительством под отчетным парламентом. Парламенту, где депутаты представляют в основном интересы не партий, но регионов. Регионов, обладающих политической субъектностью за счет кадрового и экономического потенциала мегаполисов. Россия – мои мечты. Это правовое государство. Страна, которая идет к демократии и постиндустриальному обществу. Страна, которая не боится интеграции и глобализации благодаря своей современной инфраструктуре, конкурентноспособному образованию, качеству жизни и защищенности каждого человека. Вот тезисы, которые я озвучил на конференции в Праге. А теперь хотел бы пояснить те моменты, которые вызвали больше всего вопросов и обсуждений. Прежде всего, это концепция сильного государства. Чем это отличается от того, что делает Путин? Друзья, это достаточно важный вопрос. Тут кроется ловушка, в которую многие из нас попадаются. Путин действительно много говорит про сильное государство. Но по факту сейчас Россия государство слабое. В сильном государстве высокий уровень образования, социального и медицинского обеспечения. В сильном государстве законы едины для всех и выполняются всеми. У сильного государства на международной арене много союзников. В армии сильного государства служат с радостью и гордостью. А полицию сильного государства уважают, но не боятся. В результате сильное государство создает среду, в которой айфоны изобретают, а не закупают на нефтяные деньги. Вот скажите, это похоже на то, что мы имеем сейчас? По-моему, как-то не очень. Сильное государство, как его понимает Путин, это когда власть делает что угодно, а ей никто не перечит. Но это ведь не сила. Это средневековье. А средневековье в 21 веке не выдерживает конкуренции и проигрывает. Проигрывает, между прочим, будущее нашей общей страны. Много возражений я услышал относительно оценки роли крупного бизнеса в будущем нашей России. Мол, крупный бизнес – это олигархи, чиновники, неэффективность, а в стране должны быть только мелкие и средние производители. Крупный, мол, производитель – это зло, с которым надо бороться. Я с этим не согласен. Во-первых, и это важно, равенство всех перед законом. Крупный – это бизнес, средний, мелкий, частный или государственный – все равно это равенство всех перед законом. Во-вторых, если мелкий и средний бизнес – это инновации, это рабочие места, это комфорт, то бизнес крупный – это широкомасштабное внедрение инноваций и низкая себестоимость. Сами посмотрите, семейная пекарня. Но это прекрасно. Мы все любим заходить в магазинчики, где работала семейная пекарня. Но 80% продуктов мы покупаем в супермаркетах, потому что это просто дешевле. Страна без крупного бизнеса неконкурентоспособна. Если нефтяная платформа в Арктике стоит больше 100 миллиардов рублей, ее просто не сдюжить малому бизнесу, да и среднему тоже. Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix – это все компании стоимостью в сотни миллиардов долларов с десятками тысяч сотрудников. Да, когда-то они были малым бизнесом, средним бизнесом, но их продукция стала доступна многим только тогда, когда они стали бизнесом крупным. Однако, если крупный или даже средний бизнес становится монопольным, то все его преимущества заканчиваются. Не допустить монополизации рынков – это задача правительства, задача парламента. Собственно говоря, за это, в частности, им общество и платит деньги. Также по поводу моего выступления на конференции в Праге многие спрашивали, почему я не стал говорить про вопросы свободы слова, собрания, вероисповедания, ну и другие конституционные права граждан. Друзья, мне кажется, что в 21 веке отношение к этим вопросам очевидно и в каком-то дополнительном обсуждении не нуждается. Да, в путинской России права граждан постоянно нарушаются. Ну, все про это знаем. Права нарушаются потому, что кремлевская группировка не хочет расставаться с этой гигантской бесконтрольной властью, которую они имеют. Сумеем добиться регулярной сменяемости власти? Сумеем добиться перераспределения полномочий от президента к парламенту и правительству? От них к местному самоуправлению? Сумеем построить независимую судебную систему, федерализовать по-настоящему страну? Ну, тогда и станут соблюдаться права граждан. Путин уйдет, оставив нам страну, отставшую от соседей на десятилетия. У нас не будет много времени на раскачку. Общество должно сейчас договориться, чего оно хочет. Включайтесь в дискуссию о России мечты. Всего вам хорошего.